Да. Вот такое кино. Это я рассказываю про четвертую серию фильма «Щит и меч». А вы пробовали рассказывать о деятельности секретного агента, которого вы никогда в жизни даже не видели. К тому же, эта деятельность происходила в глубоком тылу противника, который вам и во сне не снился. А деятельность этого секретного агента была секретной не только от своих, но и от чужих. Такая обстановка полной секретности позволяла написать в своем романе все что угодно. Все что угодно автору романа. Все что угодно заказчику. Все что угодно читателю, который любит заказчика. Все что угодно зрителю, который любит все что снято в фильме, который сделан по роману, написанному автором в 1965 году. Однако, следует знать, что писатель Вадим Кожевников стал депутатом Верховного Совета СССР от Самаркандской области с 1966 по 1984 год. 18 лет подряд. Делегатам 26-го съезда КПСС в памятном нам 1981 году и подписантам коллективного письма против Сахарова и Солженицына в 1973 году.